Ковчег с мощами князя Александра Невского прибыл 11 июля в столицу Верхневолжья. Напомним, что именно в этом году отмечается 800 лет со дня рождения этого выдающегося полговодца, государственного деятеля, канонизированного православной церковью. Вместе с прихожанами в Воскресенском кафедральном соборе Твери в святыню встречал губернатор Игорь Руденя. Исторический крестный ход, приуроченный к 800-летию со дня рождения Александра Невского, стартовал в Москве в Храме Христа Спасителя. Его маршрут пролегает по территориям, так или иначе связанным с жизнью этого одного из самых известных русских правителей. Стоит отметить, что Тверская земля имела для него особое значение. История Тверской земли не раздавна связан с святым благородным князем Александром Невским. Это особенно знаменательно для нашей Дорогенской земли, потому что именно в Дорогенской земле было венчание нашего благородного князя в 1230 годах. Главным событием первого дня пребывания мощей Александра Невского на Тверской земле стали молебен и божественная литургия, прошедшая в Воскресенском кафедральном соборе. По завершении службы митрополит Амбросий еще раз отметил роль князя, которого современники и потомки помнят как разностороннюю личность. Мудрого боя начала, мудрого государственного деятеля, человек, который защищал земли, но тогда, когда можно было избежать столкновений, крану пролить, он всегда использовал максимально, возможно, дипломатические пути для того, чтобы не жертвовать человеческими жизнями. Торжественная церемония проходила жарким воскресным утром. Несмотря на это в собор пришло немало тверичан. Среди них были как известные политики и руководители государственных органов власти, так и простые горожане. Все они отмечали важность крестного хода с мощами Александра Невского. Он положил и душу свою, и сердце на защиту нашего Отечества в те далекие годы. Это пример для того, чтобы мы точно так же поступали, точно так же жили. Это имя Александра Невского, мне кажется, отзывается гордостью в сердце каждого жителя нашей страны. Поэтому радостно, что сегодня такой праздник пришел к нам в Тверь и в Тверскую область. Стоит отметить, что крестный ход пройдет по 82 городам России и Белоруссии. Однако на Тверской земле мощи Александра Невского пробудут дольше всего. До 17 июля им смогут поклониться жители областного центра, 18 июля – Старицы, 19 торжка – Испирова. А 20 числа – Ковчег прибудет в Вышний Волочок, где в 17.00 состоятся его торжественные проводы.